В своем недавнем интервью британскому журналу «Экономист» президент США Барак Обама в очередной раз подверг критике политику Путина. И якобы у России, пока он глава государства, перспектив нет. Иммигранты, утверждает Обама, не едут в Москву в поисках возможностей, а средний возраст, до которого доживают российские мужчины, всего 60 лет. И численность населения России сокращается. Президент США умудрился в трех коротких фразах допустить грубые фактические ошибки. Ладно, все мы знаем официального представителя Госдепартамента США Дженнифер Псаки, над которой потешаются даже американские журналисты. А уж пародийные ролики с ее участием в интернет-пространстве появляются каждую неделю. В сети уже шутят, неужели в команде американского президента нет никого, кто бы мог через поисковик найти данные по демографии современной России. Ответ Бараку Обаме Владимир Путин дал молниеносно, будучи в Воронеже на заседании Президиума Государственного Совета. Четкие цифры, конкретные перспективы. Нам удалось в целом по стране увеличить продолжительность жизни. Это пока скромнее показатель, чем в некоторых других странах. Сегодня продолжительность жизни составляет почти 70,8% и 80-х года. Это, хоть я сказал, скромнее, чем в других странах, но все-таки на четыре года уже больше, чем в 2006 году. Сейчас перед нами стоит задача к 2018 году – достичь ожидаемой продолжительности жизни не менее 74 лет, а к 2020 – 75 и 70-х. Чтобы решить эти задачи, необходимо обеспечить повышение качества жизни людей пенсионного возраста. Подчеркну, такие позитивные перемены должны происходить во всех регионах страны. При этом надо учитывать, что у разных групп пенсионеров свои устремления, свои нужды, потребности. И в целом они уже не воспринимаются, как пенсионеры, имею в виду, как слабые, беззащитные, нуждающиеся в постоянном патронате государства. В России уже немало людей старшего возраста, которых ни по внешнему виду, ни по состоянию здоровья, что называется, к старикам не отнесешься. Недаром уже появился и новый общий мировой термин – люди третьего возраста. В этом возрасте многие сохранили трудовую, социальную и общественную активность, путешествуют, занимаются спортом. Их способность организовать здоровый образ жизни зачастую является хорошим примером и для более молодых людей. Каждый третий пенсионер продолжает трудиться. Вот это, обращаю на это внимание, это такая серьезная вещь. Каждый третий работает.